Если смотреть на раскиданные по ночному небу звезды, может показаться, что Вселенная хаотична. На самом деле звезды сгруппированы в звездные скопления, которые в свою очередь образуют галактики. Последние образуют скопления и даже сверхскопления галактик, распределенных по всей Вселенной в виде сложной сети узлов. Огромные сверхскопления являются частью так называемых «великих стен» – галактических нитей, длина которых может достигать миллиарды световых лет. Фактически вся крупномасштабная структура Вселенной представляет собой что-то вроде сетки и состоит из массивных филаментов – галактических нитей, разделенных между собой гигантскими пустотами – войдами. Галактические филаменты состоят из разреженного очень горячего газа, температура которого составляет десятки миллионов градусов. Астрофизики называют сетчатую структуру Вселенной космической паутиной. Такая паутина соединяет все скопления материи в мироздании. Удивительно, но система нитей галактик, разделенных войдами, и сеть нейронов в человеческом мозге имеют заметное сходство. В мозге человека по меньшей мере 100 триллионов нейронных связей, которые группируются в сеть узлов, нитей и взаимосвязанных нейронных кластеров. Благодаря им мы имеем возможность мыслить, чувствовать и проявлять различные эмоции. Всего мозг содержит около 100 миллиардов нейронов. Наблюдаемая Вселенная состоит как минимум из 100 миллиардов галактик. Причем только 30% массы и энергии обеих систем приходится на галактики и нейроны, которые выстраиваются в длинные нити и узлы. 70% обеспечивают пассивные компоненты, вода в мозге и таинственная темная энергия в космосе. Именно такие цифры приводятся в статье астрофизика Франко Ваза из Болонского университета и нейрохирурга Альберто Филетти из Университета Вероны. В своей работе, используя методы космологии, нейробиологии и сетевого анализа, итальянские ученые сумели количественно подтвердить внешнее сходство между сетью нейронных клеток в человеческом мозге и сетью галактик во Вселенной. Сетчатая структура Вселенной, состоящая из энергии и материи, непрерывно расширяется, причем, как ни странно, с нарастающей скоростью. Галактики, звезды, планеты, космическая пыль и газы – все движется на огромных скоростях, согласно определенным законам, и эволюционирует. Для запуска этой колоссальной системы около 14 миллиардов лет назад потребовалось некое событие, которое и стало первоначальным импульсом для возникновения Вселенной из точки сингулярности с бесконечно большой плотностью и температурой вещества. Существует несколько предположений о том, какое именно событие заставило возникнуть нашу Вселенную. Согласно общепринятой космологической модели, вся существующая во Вселенной материя появилась одномоментно в результате Большого взрыва. С этой идеей согласны не все, в частности, по мнению известного космолога Фреда Хойла, такая Вселенная могла бы существовать лишь конечное время. Тем не менее, спустя 13,8 миллиардов лет Вселенная все еще расширяется с ускорением. К тому же, теория Большого взрыва не объясняет, почему Вселенная развивается согласно заданным параметрам, а в основе ее функционирования лежат строго определенные значения фундаментальных констант. Более того, миллиарды лет эволюции космического пространства привели к идеальным, практически сверхъестественным условиям физических законов, точно настроенных на возникновение жизни, что, вероятно, указывает на тонкую настройку Вселенной. Можно ли предположить, что законы Вселенной являются самообучающимися алгоритмами, а сама Вселенная — эволюционная самообучающаяся система? И если пойти еще дальше, можно ли сравнивать структуру бесконечной и постоянно меняющейся Вселенной с нейросетью? Физик из Национальных институтов здоровья и Института перспективных исследований Дулута, Виталий Ванчурин отвечает на эти вопросы положительно, поскольку, по его мнению, на фундаментальном уровне Вселенная представляет собой нейросеть. Согласно его сенсационной теории, пространство могло возникнуть из минимально возможных начальных условий, а исходным моментом стал не большой взрыв, а простые взаимодействия между частицами. Безусловно, концепция Ванчурина, способная переформулировать реальность, довольно смелая. Но иногда сомнения в фундаментальных правилах действительно могут стать основой для хорошей теории. Когда-то и теория Эйнштейна казалась слишком бредовой с точки зрения ньютоновской физики. Разве можно было серьезно говорить о деформации пространства-времени или гравитационном замедлении времени сто лет назад? Теперь же общая теория относительности – это самая успешная теория гравитации, хорошо подтвержденная наблюдениями. Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что масса Солнца искривляет пространство-время и способна искажать свет от звезд, равно как и то, что течение времени на Земле и в космосе сильно отличается. А в черной дыре из-за чудовищной силы гравитации время и вовсе почти останавливается. В новой работе Ванчурина Вселенная описывается как сложная структура нейросетей, которые она бесконечно воспроизводит. Эта микроскопическая нейронная сеть является фундаментальной структурой. Такая точка зрения позволяет совместить две несовместимые теории – квантовую механику и общую теорию относительности Эйнштейна. Собственно, это как раз то, над чем физики безрезультатно бьются уже не одно десятилетие. Квантовая механика, работающая на микромасштабах, утверждает, что время универсально и абсолютно. Крупномасштабная общая теория относительности, что время относительно и связано с тканью пространства-времени. К тому же есть еще проблема квантовой гравитации и так называемый эффект наблюдателя, возникающий при измерениях. До сих пор не существует четких разумных объяснений для проблемы измерения и того, какую роль в этом играет наблюдатель, если вообще играет. Виталий Ванчурин утверждает, что все эти проблемы могут решаться в аспекте обучающихся нейросетей. Если говорить максимально просто и опуская математические подробности, то, согласно теории Ванчурина, как частицы, так и нейроны, из которых состоит Вселенная, на микроуровне очень похожи. Они представляют собой, описываемые вектором состояния, математические структуры, которые постоянно трансформируются через их взаимодействие. При этом обучаемые переменные нейросети могут демонстрировать и классическое, и квантовое поведение с вектором состояния нейронов, представляющих скрытые переменные. В своей предыдущей работе к теории машинного обучения Виталий Ванчурин показал, что динамика обучения нейронных сетей очень похожа на квантовую динамику. Стоит отметить, что принцип работы нейронной сети и ее структура заимствованы из нейробиологии. Она состоит из последовательности нейронов, соединенных между собой синапсами. Собственно, идея нейросетей состоит как раз в том, чтобы получить математическую модель и ее программное воплощение, которые бы имитировали деятельность человеческого мозга в машине, обладающей искусственным интеллектом. Ванчурин заявляет, что его теория проверяема. Все, что нужно, это найти явления, которые невозможно смоделировать с помощью нейронной сети. Звучит довольно просто, однако на самом деле это сложнейшая задача, так как мы все еще очень мало знаем о том, как ведут себя нейронные сети и как на самом деле работает машинное обучение. Тем не менее, Ванчурин не одинок в своих взглядах на устройство Вселенной. Менее года назад команда физиков, сотрудничающих с компанией Microsoft, опубликовала исследовательскую статью «Автодидактическая Вселенная», в которой также рассматривает мир как самообучающуюся нейросистему. По предположению ученых, законы Вселенной эволюционируют, подобно процессам, которые происходят в системах машинного обучения и, по сути, являются алгоритмами, работающими в форме операций обучения. Суть в том, что если это действительно так, то человечество никогда не сможет построить объединенную физико-математическую теорию всего, описывающую все фундаментальные взаимодействия. Мы будем до бесконечности открывать новые элементарные частицы и законы физики, которые каждый раз будут видоизменяться и совершенствоваться, будто нарочно скрывая от нас фундаментальный уровень мироустройства. Те же, кто усматривает в этих теориях подтверждение искусственности нашей Вселенной и симулятивности реальности в целом, возможно, недалеки от истины. Однако, если все, что мы видим вокруг себя, является нейросетью, мы никогда не почувствуем разницы. Самообучающаяся Вселенная просто не позволит нам познать ее структуру и администрировать ее законы. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Поддержать проект и пожертвовать любую комфортную для вас сумму, можно нажав на кнопку «Спонсировать» под любым из видео нашего канала или перейти по ссылке в описании под видео. Приглашаем вас поделиться своим мнением в комментариях под этим роликом, а также в нашу группу ВКонтакте, в Телеграм и в Инстаграм. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...